Салют, ребята! Это новый выпуск на канале Валдис Лайф. Валдис, потому что меня так прозвали еще когда я был подростком. Лайф это жизнь. Вот и сопоставляй. В прошлом ролике я красил решетку радиатора, но эта краска начала облазить. И в этом ролике я предпринимаю серию пожестче, так что не переключайся, готовь чаек и смотри. И по земле ходить, научился как ребят... Как удачно, ребята, я начал снимать этот ролик, потому что ко мне пришло уже зеркало заднего вида, помните, которое мне разбили? Сейчас поедем его забирать. И не думать, как приземлиться, а у птиц свободы. Пацаны, фиаско прислали не то стекло. Чтобы вы понимали разницу. Ну и такое бывает, все люди, все ошибаются. Ну правда, Лана хоть далеко не уехала. Да ладно, всем похуй, ты че? Все, заказали по новой. Придет опять через неделю. Стоит, конечно, оно чуть подороже. Но мне это все компенсировали. То, что они привезли, не то, что нужно. Сделали скидку. Получается, снова зеркал цену этого будет тоже. Вот такой вот моментик, как произошел. Ну ладно, мое-то зеркало дороже, а по цене выйдет так же. Сейчас это назад поставим и поедем домой. Пацаны, снова я в своей тачке, как обычно, на место встречи изменить нельзя. Слушайте, ну че, пришло мое зеркало. Я сейчас поеду его забирать. Все, забрал. На этот раз все подходит. Померил уже. Сейчас поставлю, наверное. Холодно, правда, на улице. Ну, не знаю, думаю, не помешает мне. Все, потом покажу, отчитаюсь. И перейдем к главной проблеме. Чпок. Чпок. Ну все, братва, как новое. Оригинал, так сказать. У меня печальные новости. Так, и что же случилось, спросите вы? Случилось, нет? Очень неприятная штука. Всю ту работу, которую я проделал с покраской, да, в решетке, она вся к коту под хостом. В общем, как-то утром сметал снег. И вот, она просто сходит, эта краска, отсюда. Вот, и остается серебрянка. Вот. А вот это вообще просто щеткой сошло. Принимаю решение переделать все по-новой, но уже по-уму. Значит, я купил черную краску. Купил вот такой лак. Вот. Так что, сейчас буду снимать. Ну что, похавал? Похавал. Сейчас буду снимать эту решетку. Заберу ее домой. Там очищу максимально, чтобы была чистая. Чтобы ни капельки этой пленки или этой краски не было на ней. Ну, и буду красить. А потом лаком. А что, хотим красоту, надо делать нормально. А я, видите, схалявил. Было лень чистить ее. Да еще и гараж был немой. Ключи нужно было вернуть. В общем, ряд факторов, да, вот сыграли со мной вот такую злую шутку. Поэтому будем исправляться. Погнали. На улице сильнейший мороз. А я вышел ролик для вас снимать. А вы говорите, блогерам легко быть. Самое страшное, это если из-за этого мороза пластик стал хрупкий. И у меня сейчас что-нибудь сломается. Тогда мне как можно быстрее придется покупать решетку новую. Всю, наверное, решетку не буду домой-то забирать. А вот откручу чисто часть, которую нужно покрасить и все. Хотя это можно дома сделать, честно говоря. А потом там все собрать, да? Да? Ну тогда все, погнали домой лучше. Схема та же. В некоторых местах покрасилась очень хорошо. Сейчас найдем газету, постелим, чтобы этой краской здесь не сорить. Сколько она зернистостью, я не знаю, кто знает, как на ощупь определить. Пишите. Сказочный долбоеб. Короче, пацаны, эти средства мне не помогают, которые я купил. Купил вот такое средство для прочистки труб. У меня на канале был эксперимент, где вот такое средство съедало алюминиевую банку и оставляло только как бы внутреннюю там, ну пленка такая. В общем, если что, ссылка на этот ролик будет в описании. Переходи, смотри, как это все было. Делаю, значит, вот так вот ножом соскабливаю. Куда зацепится нож, там и отлетает краска эта. Но это не краска вообще, это вот, если кто знает, пишите. Вот она вот так выглядит. Видно, не видно. Она покрашенная, вот она. Вот. Пленка какая-то, что ли. В комментариях, конечно, писали, нужно хлорное железо, но я его просто не смог найти. Я не знаю, где он продается. Как-то так. Поэтому сижу вот, мучаюсь ножом. Ну ладно, зато хоть облазить не буду, я надеюсь. Короче, братва, заканчиваются вторые сутки. После того, как я взялся вручную снимать вот эту вот краску хромированную или пленку, я так и не понял, что это. В общем, получилось вот так. Все равно немножко осталось. Но я думаю, это уже никакой роли вообще не сыграет. И осталось сейчас только дошкурить. Чпок. Чпок. Так, ну вот, у нас все подсохло. Кстати, уже третьи сутки, как я этим занимаюсь. А на деле так уже неделя прошла с момента выхода первого ролика. Так вот, все подсохло. Видите, тут есть подсохи. Сейчас попробую их зашкурить немножко. Ну вот. И по новой нанесем этот грунт. И покрасим. Ну и ее завод. Машина сразу на турбине поедет. Плюс 200 ка был где-то примерно. Ну что, погнали, поставим решеточку. А, не, стоять. Так не поставим. Вот так поставим. Вааа, красота. Самое главное, чтобы при первой мойке эта краска не облетела. Иначе я разозлюсь и как Литвин сожгу, наверное, ее просто. И свалю на автосервисе. Ну что, погнали смотреть результат. И на этот раз она будет чистая, как слеза. Погнали. Мазычка! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...